Посмотрите, какая гамочка красивая, видите? Гамка гексагон, шестиугольник, то есть с английского в переводе означает. Смотрите, надо было сюда ещё эти лучики приделать, получилась бы звёздочка такая. Звёздочка такая, как в этой, в игре компьютерной была там. Вот, это кубик Рубика внутри. Помните, я, просто я делал гонку октагон, это такая восьмиугольная такая призма была, а это уже шестиугольная призма. Была ещё пятиугольная, ну, квадратная призма это тот же кубик Рубика, ещё треугольная призма, это пристикс куб. Как-то я в интернете наткнулся на того самого Руслана Облакулова, и он мне, и он там рекламировал то, что пытался сделать видео о том, как сделать призикс куб. Ну, я, я вообще не понял, что это такое, и очень долго искал всё это. Да. Мы с ним чуть не, там, не поссорились в интернете, короче, ради этого вопроса. Вот, это кубик Рубика внутри. Ой, собирается не очень такие просто, потому что тут очень необычный механизм, тут надо собирать сразу раз, два, три. Сразу три стороны на одном слое сразу собирается. Это ещё ничего, просто я ещё люблю фирму, которая, из которой она сделана. Это, посмотрите, я ещё люблю Даян Шэнк, здесь написано. Ну, вам не видно, но вот так вот, вот так видно должно быть. Вот такой вот значок, кубик Рубика 5х5х5 без углов, это вот значок этой фирмы. Я ещё люблю Даян Шэнк, просто Даян Шэнк Шоу, Трейфун, красивые гонки тоже выпускает. Люблю эти фирмы, и свою собственную. Ведь вы помните, какая моя фирма, там, на каждом кубике стоит мой автограф. Вот такая головоломочка. Наклеек здесь нету, это просто краска, которая может слететь. Например, здесь точка образовалась, то есть сейчас слетела. Вот. Краска та же самая, из белого пластика сделан. Трейфит так забавно, знаете. Такой большой по размеру. Вообще, я думаю, он будет намного меньше. Как-то в упаковке он выглядел намного меньше. Когда я купил, он какой-то уже не такой стал, не такой стал маленький. Вот такой большой. Это ж надо. Вот это может быть только. Вот и с этим сравнить, например. Большая вещь, очень. Такая шайба. Ну, на что это похоже? Что это запреднать? А при этом октагон это. Бочка какая-нибудь. А это что? Ну да, это шайба такая, шайба. Вот. Хороший кубик, смотрите. Здесь большой, вот такие куски есть. Тоже это угловые. Такие. Короче, тут, как всегда, все треугольные угловые. Все такие четырехугольные. А есть даже и прямоугольные. То есть все прямоугольные и четырехугольные, это... Ну, квадратных тут нет. Это все ребра. А такие вот непонятные, такие, тоже, в принципе, четырехугольные. Ну, такие, не лежащие на одной стороне, а лежащие сразу на нескольких сторонах. Это центральные. Их всего шесть. То есть тот же кубик Рубика внутри. То же самое, как мои трехподобные угломки. Такой, как вот этот. Это тоже кубик Рубика. Пока не понимаю, вот этот, какое отношение он имеет к этому. Хороший кубик. Вот. Значит... Катать его так можно. То есть так его поставят. Мне вообще нравится. Кубик. Купленный. Хороший так крутится. Знаете? Такой лучше я самодельный делать не буду. Потому что, когда я сделал мастер пираморфикс, того уже мне было достаточно, чтобы один кубик зря потерять. Потому что мой пираморфикс крутится до сих пор ужасно. Вот. Вот. Его собирать никак нельзя. А этот собирать можно. Еще как. Ну. Вот так. Все. Из себя вытворяет. Так. Дайте я уже верну первоначальную форму. Не хочу сейчас его собирать. Мне это лень делать. Все. Вот такой кубик. Это был гексагон. Удачной вам сборки. И что еще хочу сказать. Отгадайте, как всегда, мою загадку. Смотрите. Вы видите, что гексагон, посмотрите, как сделан. Вы видите, что вот, помните, октагон там. У него верхняя грань там. Он выглядел как обычный кубик Рубика, только там были спилены у него. Здесь. То есть он выглядел. То есть там был как абсолютно идеальный центр сверху. То есть, а есть сверху вообще какой-то треугольный угол. Надо жить угол, да? А то вдруг это центр. Нет. А раз это ребро, то это угол. То бы он вообще как-то бы крышка там снималась, на самом деле. Вот. Так вот. Вопрос такой. Как, каковы будут, вот здесь как бы такие линии есть, очертания гонки, если мы сделаем ее по такому же образу, как октагон. То есть просто возьмем кубик Рубика и оставим верхнюю грань такую, чтобы есть был центр, но распилим. Очертания гонки какие будут? Как какие-то будут примерно очертания? И вообще, как он будет выглядеть примерно? Итак, это была гонка Гексагон. Удачной вам сборки. Удачная гонка.